СТОЯТЬ НА ОБЕТОВАНИЯХ Люди сегодня хотят найти удовлетворительный ответ на один из вопросов «Слышит ли меня Бог, когда я молюсь?». Я определенно отношу себя к тем, у кого возникает этот вопрос, так как он у меня тоже возникал, когда проходило время с момента молитвы. Может появиться ощущение, что вы в замкнутом круге, когда у вас небольшая проблема, вы молитесь и верите, что Бог услышал и ответил. Но когда вы подходите к проблеме, которая кажется непреодолимой и не можете выдержать ее, кажется, что Бог не торопится ответить на вашу молитву. Но я хочу, чтобы вы поразмышляли над этой иллюстрацией. Подумайте о лучнике, который определил свою мишень. Он натягивает лук, выпускает стрелу в воздух. Стрела летит в воздухе и проходит через различные препятствия, пока не достигнет своей мишени. Слово Божие говорит нам в Псалме 18, стихе 6. Здесь сказано, «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возопил. Он услышал голос мой из храма своего, и вопль мой пришел пред Него в самые уши Его». Это значит, что когда мы молимся, наша молитва проходит через земную и небесную атмосферы и проходит через святилище и прямо в уши Иисуса Христа. Какое драгоценное это обетование! И если этого обетования недостаточно, чтобы укрепить ваше сомневающееся сердце в Боге, есть еще одно в книге Исайя, главе 65 и стихе 24. И Библия говорит, «И будет, что прежде чем они вас зовут, я отвечу. И пока они еще будут говорить, я услышу». Поэтому, друзья, когда вы будете молиться, претендуйте на эти драгоценные обетования в Псалме 18, стихе 6, Исайя 65, стихе 24, и получите мир, который может дать только Бог, что когда вы молитесь, Он слышит ваши молитвы, и они идут прямо Ему в уши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok